Дорогие друзья, зрители и гости канала Агрофирма Поиск, здравствуйте! Меня зовут Сапожников Константин и в этом выпуске поговорим с вами о посадке роз из красивой коробки на постоянное место. Ранее мы вам выпуски показывали и рассказывали, как можно сохранить такие саженцы, если вы купили их в феврале-марте, а сейчас мы хотим рассказать, как их необходимо высаживать, если вы приобрели такой посадочный материал сейчас. Итак, приступим. С чего начинается посадка роз? Посадка роз всегда начинается с подготовки посадочного материала. И прежде чем приступить к посадке, необходимо взять посадочный материал и освободить его от транспортной упаковки. Да, дорогие друзья, это является транспортной упаковкой. Эта роза не с закрытой корневой системой, а с открытой корневой системой. И поэтому мы берем с вами, разворачиваем всю вот эту историю, весь этот пакетик и так далее, аккуратными движениями, потому что здесь уже есть белые всасывающие корешочки. И главное не порвать, они нам очень нужны при посадке, ведь это уже будет то самое вспомогательное у розы, которое даст ей возможность быстрее укорениться и максимально быстро напитываться влагой. Поэтому пакетик аккуратненько снимаем. Дальше что берем? Дальше берем не ножницы и не секатор, а берем ведерко, наполненное водой. И вот с этим комочком, с этим вот совсем сверточком, кладем в воду. Вот так. И нам надо, чтобы наш вот этот вот комочек с торфом напитался водой, и он у нас как бы сошел с корневой системы. В воду не обязательно что-то добавлять. Вот на этой стадии главное нам именно размыть, размочить этот торф. И все. И вот как только мы это сейчас, это произойдет, дальше я вам покажу, что мы делаем. И да, дорогие друзья, воды мы наливаем ровно столько, чтобы наш саженец погрузился с этим комочком полностью. То есть, чтобы весь торф начал активно намокать и отходить от корней. И вот комочек торфа, который оплетал, как бы сохранял влажность корневой системы, у меня размок. И мы с вами можем видеть как раз уже вот они беленькие всасывающие корешочки, которые у нас сохранились. И саженец уже в принципе готов полностью к посадке. Почему? Потому что он в принципе в дополнительном замачивании не нуждается. Сейчас и в обрезке корней также он не нуждается. Почему не нуждается? Потому что можно увидеть, что все корешочки активно тронулись в рост, а соответственно подгнивания корневой системы нет. Если мы сейчас будем подрезать, мы таким образом срежем тогда вот эти все беленькие корешочки, что неправильно и не есть хорошо. Мы можем единственное, что вот чуть-чуть, маленько где-то подрезать. Ну а вообще, в принципе, дорогие друзья, вот по состоянию корневой можно со смелостью сказать, что она не нуждается в каком-то дорабатывании, потому что она изначально, прежде чем поступить на упаковку и в реализацию, была подготовлена к самой агрофирме поиск. То есть поиск выровнял все корни под одну длину, сравнял их с верхней частью, то есть надземной к побегам. Корни равны длины побегам нашей с вами розы. Поэтому такую розу можно уже смело сразу же приступить к высадке. Каким образом я буду сажать розу? Розу я буду сажать самым простым способом, без станцев с бубнами. То есть это обычный грунт, живу я в Подмосковье, у меня суглинок. И вот в этот суглинок я буду производить высадку. Итак, поехали. И начинаем нашу посадку с подготовки посадочной ямы. Выбираем оптимальное место. Застоя воды быть не должно. То есть это должна быть либо возвышенность участка, либо высокая грядка. Если у вас сырой участок, заполнение посадочной ямы различными битыми кирпичами, керамзитами и так далее не поможет. Роза будет у вас очень плохо расти. Поэтому я сажаю сейчас розу на возвышенности, на склоне. Здесь вода не застаивается. И приступаем к копке посадочной ямы. Оптимальная глубина посадочной ямы для посадки розы это два штыка с обычной садовой лопаты. Выкапывается такая яма такой глубины. Диаметр посадочной ямы, то есть ее окружность, составляет примерно 30-40 сантиметров. Этого достаточно. Что мы делаем дальше? Дальше посадочную яму мы должны немножечко улучшить, если у вас очень тяжелый суглинок. В этом случае нам подойдет обычный растительный, перепревший длительное время компост. Чистый навоз или перепревший навоз лучше под корни роз не класть. Начнут гореть. Пол ведра компоста растительного вполне достаточно. Засыпали. Что дальше делаем? Дальше берем все это, перемешиваем обильненько с грунтом, чтобы сразу контакта с компостом у корневой системы не было. А питание из этого компоста роза получила только в процессе уже своего непосредственно роста. Вот так вот перемешали. Сразу структура почвы у нас меняется, становится более воздуха и влага проницаемой. И тем самым роза будет прекрасно себя чувствовать и хорошо развиваться. Ну а дальше берем наш саженец и устанавливаем в посадочную яму. То есть мы вырыли яму на два штыка лопаты, заполнили почти что целый штык лопаты компостом, устанавливаем саженец и видим, что наш саженец должен стоять таким образом, чтобы заглубилась еще и прививка. Глубина заделки прививки должна быть 7-10 сантиметров. То есть саженец должен у нас находиться в таком положении, что если мы вот так вот прикроем почвой, мы будем видеть, что да, действительно, прививка у нас будет находиться в земле. Зачем нужно заглублять прививку? Об этом я расскажу вам чуть дальше. А сейчас мы сначала с вами посадим саженец. Что мы делаем? Дальше мы вот откидывали грунт сейчас в тачку, устанавливаем саженец максимально ровно. Берем наш откинутый грунт, который был, и начинаем присыпать наш саженец до половинки. Присыпали, вот так вот поровняли маленько. Немножко можно для устойчивости нажать ногой, чуть-чуть совсем не сильно прям давить, а немножко. Вот так вот только решочки себе повредим, вот эти маленькие, тоненькие, всасывающие. Все, дальше берем лейку и заливаем наш саженец обильно-обильно водой, чтобы образовалась грязь. И ждем, пока впитается вся вода. Как только вся вода просочится полностью основательно в грунт, засыпаем саженец до конца. И вот уже вода у нас почти вся ушла. Можно засыпать саженец до конца. И вот мы саженец полностью закопали. Поскольку там у нас почва жидкая, его немножко можно поправлять. То есть, если мало ли ушел в процессе посадки, немножко можно поправлять, но не сильно. Не забываем о том, что у нас там были маленькие, беленькие, тоненькие корешочки, которые очень-очень хрупкие. После того, как все высадили, еще раз нужно пролить обильно водой. И уйти на один саженец должна у вас целая лейка. Прям лейте, не жалейте, чтобы у вас хорошо и основательно уплотнился грунт. Там у корневой системы. И вот, дорогие друзья, была только что высажена плетистая роза. Название ее инди-галета. Это сортотип розы плетистый клайминг. То есть, это очень интересные розы, очень такие достаточно мощные, крепкие, здоровые, устойчивые ко многим заболеваниям. Обильным цветением эти розы гордятся. То есть, плетистые розы сортотипа клайминга. Зачем мы заглубляем прививку? Наверное, спросите вы меня. Прививка заглубляется для того, чтобы она не старела под воздействием прямых солнечных лучей. Если прививка будет наружу, то есть, на поверхности земли, и на нее будет постоянно светить солнышко, то это место будет утолщаться наращиванием, огрублением коры. То есть, кора будет плотная, толстая. И базальные побеги тогда у розы образовываться не будут. В случае, если роза у вас подмерзнет, и вам придется срезать ее до земли, при нахождении прививки на поверхности и при таком факторе, как ее старение, вы получите уже нежизнеспособный саженец. То есть, из этого места уже ничего не начнет расти. Поэтому для этого прививка и заглубляется. Ну и второе правило по заглублению прививки, это то, что это дополнительная сохранность ее от морозов. То есть, прививка у вас в этом случае не вымерзнет. И вероятность, что мало ли какие-то, да, там могут быть зимы неблагоприятные, у вас опять-таки идет срезка роста до земли, то из этого места будут активно вырастать новые побеги. Ну и третий немаловажный фактор, это опять-таки образование нового молодого прироста, то есть базальных побегов. Оно происходит гораздо активнее. Так что вот по этой причине прививки заглубляются. Почему я не стал вносить какие-то минеральные удобрения, наверное, спросите вы меня. Да потому что сейчас они розе не нужны. Ни двойной суперфосфат, ни суперфосфат, ни какие-то еще удобрения. Это все будет лишнее. Все эти удобрения лучше внести осенью, которые пойдут с запасом на будущий год, на весну. Как раз двойной суперфосфат, вот его хорошо выносить именно осенью. Не зря он считается осенним удобрением. И осенью таким розам необходимо внести калий-магнезию. Желательно в два этапа. Это конец августа и середина сентября. Норма расхода на один куст обычно 20 грамм на один квадратный метр. То есть спичечный коробок. Распределяете, заделываете в почву, либо под мульчу закладываете и все. После посадки, да, розы нужно замульчировать. То есть удобным любым мульчирующим материалом. Сено, солома, скошенная трава, кора, щепа и так далее. Чем удобно будет вам замульчировать, тем и замульчируете. Но главное замульчировать. И также немаловажный момент, это при посадке роз, такой фактор, как утаптывание ее. Я никогда не утаптываю розы, потому что у меня почва тяжелая. То есть если я по ним похожу, если я по ним там как-то понажимаю по корням, да, ногами, то там настолько все у меня спрессуется и настолько все там будет плохо, отсутствие воздуха приведет к загниванию корневой системы. То есть корневая система начнет просто вымакать, выпревать. Поэтому я по ней не хожу. И обычно тоже не рекомендую такое действие делать. Кстати говоря, да, для роз самая лучшая почва – это суглинистая почва. Поэтому не бегите в магазин, не покупайте какие-то там грунты специализированные для роз на основе торфов. Роза в торфе растет очень-очень плохо. В технические горшки, когда мы с вами высаживаем, да, мы используем с вами какие-то грунты готовые, торфогрунты обычно. Но если мы говорим с вами про открытый грунт, то если у вас суглина, к вам повезло. Ваши розы будут развиваться на такой почве просто замечательно. На черноземе розы очень тоже плохо себя чувствуют, кстати. И еще хочу отметить такой немаловажный момент по поводу розы. Это то, что в первый год вегетации, развития куста, конечно, лучше все цветение сразу же удалять. Ведь цветение – это трата энергии и сил. А нам нужно наращивать сейчас габитус куста и развитие корневой системы. И как только появятся листочки, как только появятся побеги, мы с вами уже можем делать какие-то подкормки листовыми обработками. Преимущественно, конечно же, фосфорные мы делаем на своем подкормке. То есть по листу и будет нам счастье. Но и также не забываем, что любые посаженные розы нуждаются в подготовке к зиме. А значит, работа с калием будет тоже в августе, в сентябре обязательно. Для того, чтобы розы у нас хорошо перезимовали, а побеги, естественно, вызрели. Так что вот такое небольшое сегодня видео для вас мы решили подготовить. Показать, как произвести высадку роз из красивой красочной упаковки. Если у вас розы в горшках, если у вас розы уже вегетирующие, может быть, у вас розы уже на бутонах, то не спешите их высаживать. Высаживайте только после того, как будут миновать возвратные заморозки. Ведь любой стресс для розы, унижение температуры, хоть, конечно, она все это выдержит, и все неблагоприятный фактор для ее приживаемости. Поэтому не спешите с высадкой. Если у вас розы в горшках, выдержите их еще немножко в тепличках, а после 20 мая можно приступить к высадке на постоянное место. Ну, а вот такие саженцы с набухшими почками, самое то сейчас высаживать. Если у вас побеги более, вот такие уже большие, более длинные, то здесь надо притенение делать, естественно, иначе они подгорят, и сохранение таких роз от возвратных заморозков. То есть делаем какое-то временное укрытие, и будет все хорошо, и все прекрасно у вас приживется. На этом мой сюжет подошел к концу. Надеюсь, он для вас был интересным и полезным. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.